Оперативное совещание в правительстве Республики Башкортостан на этой неделе напоминало какой-то сон или бред Понаграждав привычно бойцов СВО медалями собственного изобретения Хабиров бродил какими-то кругами и повторялся бесконечно о том, что говорилось уже на прошлой неделе Такое ощущение, что Радио Фаритовичу не удавалось нащупать какую-то твердую почву под ногами Он все время возвращался в прошлое Рассказал опять про то, как он встретился с инстаблогерами Как он восхищался тем, что они влияют на какую-то свою аудиторию Что-то там модифицируют, что-то там делают При том, что единое мнение вообще СМИ и комментаторов о том, что эти инстаблогеры были совершенно неизвестными никому людьми Оно абсолютно четко отражает то, каким образом ему собрали вот эту вот аудиторию Но это Радио Фаритовича нисколько не смущало Он опять упомянул о том, что он встречался с этими инстасамками и инстасамцами В общем, как-то вот блуждал в памяти своей Опять рассказал про поездку в Училы и проведение там комиссии по недропользованию Радио Фаритович лично убедился в том, что оба его фаворита Барданов и Абдрахманов Окончательно и безнадежно провалили порученную им работу Оба этих чудо-богатыря земли башкирской последовательно возглавляли эту комиссию И в итоге их деятельности, в общем-то, произошли вот эти вот те самые баймахские события Хабиров заявил, что до 2030 года лицензии на добычу рассыпного золота больше в Башкирии выдаваться не будут А деятельность 13 из 67 действующих лицензий уже приостановлена То есть мы делаем вывод, что катастрофу в золотодобывающей отрасли, вызванную деятельностью Барданова и Абдрахманова Хабиров решил ликвидировать, блокируя вообще, собственно, всю эту отрасль Как говорится, так не доставайся ты никому Как ни крути, но добыча золота – это стратегически важная отрасль для страны и для региона И вот Хабиров теперь решил, по сути, расправиться с этой отраслью Только потому, что ни у него, ни у его товарища ничего не получилось в настройке этого достаточно непростого механизма Дальше опять пошли кругами Опять про кампус, про который уже протрубили во все трубы Опять Хабиров, значит, отметил, что это величайшее достижение И даже повелел вводить в здание кампуса экскурсии школьников Не обращая внимания на то, что вроде как в этом кампусе кто-то должен работать Что вызывает, собственно, большие сомнения Судя по всему, это единственное и, видимо, последнее здание этого кампуса Будет некой визитной карточкой, неким таким аттракционом, куда будут людей привозить, показывать Фотографировать и увозить куда-нибудь дальше Ну, что можно сказать про кампус Самая четкая иллюстрация этого кампуса Это окошко, выходящее на задний двор этого, значит, сооружения В это окошко вставлен экран, который имитирует стройку за окном Там, за этим зданием должны располагаться еще там пять или шесть зданий Вот там сейчас пустырь, и там ничего не происходит Но вот этот экран показывает, что там идет стройка Вот, собственно, это символ здания Вообще, у меня есть одно конструктивное предложение К кампусу, безусловно, нужно будет какое-то поименование В плане, вообще-то, вот эти здания кампуса назвать именами великих мыслителей и ученых Но вообще первое здание, вот эту синюю бочку, точно нужно назвать именем Игоря Стрижнева Потому что это памятник предпринимательству, памятник тому, как можно ловко, удачно и очень выгодно Продать государству то, что не нужно самому Причем продать за очень-очень большие деньги Ну, собственно, вот, ходил Хабиров кругами по воде Завершая свое вступительное слово Припомнил, что было какое-то дело там на начало февраля Да, вспомнил вот эту Большоустекинскую больницу Окликнул министра здравоохранения Тот, конечно же, заверил, да-да-да, Радий Фаритович Большоустекинская больница полностью укомплектована персоналом и оборудованием И абсолютно на 100% теперь работает Ну, так это или не так, мы проверить сейчас не можем, к сожалению Может быть, кто-то из наших подписчиков посещает это чудесное медицинское учреждение Напишите в комментариях Но, по утверждениям Минздрава И руководство района, и руководство больницы, и руководство Минздрава Счастливым образом избежало угрозы увольнения Когда Хабиров еще до всех вот этих вот баймахских событий Когда он был, как говорится, в силе и грозе Но он кричал, что всех поувольняю к ядрине Фене, если не сдадите больницу Больницу сдали Увы, живем мы в такое время, когда независимых СМИ в России практически не осталось Основным источником информации, которую хоть как-то можно потреблять, является интернет Надеюсь, что мы являемся для вас таким вот источником, который дает вам информацию к размышлению, а не одну голую пропаганду Ну и вы не забывайте, что мы, по сути, это вы Наши спонсоры, наши подписчики, наши зрители, которые, собственно, и содержат наш канал Напоминаю, что все деньги до последней копейки, которые вы жертвуете нашему каналу Уходят на содержание канала, на зарплату сотрудников, на оборудование и так далее Лично мне из них не достается ничего, так что не волнуйтесь А помочь нашему каналу можно единственным способом, перечисляя деньги на тот расчетный счет, который мы вам демонстрируем и указываем в описании под каждым нашим видео Обсуждая текущие вопросы, выяснили, что в жилищно-коммунальном хозяйстве у нас полный порядок Несмотря на то, что парк техники, которая убирает дороги, катастрофически снижается Однако Ирина Александровна Голованова совершенно спокойно, уверенно сообщает, что одна единственная авария на всю республику Крупная, по крайней мере, случилась за последнюю неделю в городе Октябрьске Было несколько так называемых технологических инцидентов в Уфе, а именно 35 и 171 многоквартирный дом оставался без ресурсов ЖКХ Но это ничего страшного Хабиров поручил все внимание Министерства ЖКХ сейчас концентрировать на училах Ну оно и понятно, училы у нас вообще теперь станут, наверное, центром вселенной После того, как вот этот баймакский инцидент до посинения напугал опять Хабирова Что-то вроде того же самого Куштау случилось, когда вот он, как говорится, выпал из реальности Но при этом отметил, что в Уфе по поводу уборки снега, о чем Голованова, так сказать, не очень-то и говорила И, собственно, на оперативке напрямую не говорили, но в Уфе ситуация катастрофическая И уже начались карательные меры Ну, помимо того, что штрафуют управляющие компании, которые платят штрафы городу, которые не убирают снег из денег жильцов Понимаете, тут круг замкнулся, это очень удобно, да? А давайте оштрафуем управляющую компанию, а все равно жильцы платят деньги Так вот, 6 из 7 глав районов Уфы получили выговор за плохую уборку снега Ну, вот, 6 к 7, да? Только Демский район посчитали, что там убирают снег нормально В остальных нет Почему-то это не наводит на мысли о том, что рыбы гниют с головы Что на самом деле дело не в главах районов Хотя они тоже молодцы, как говорится, со знаком минус Но дело, скорее всего, конечно, в Уфимском мэре, который очевидным образом не справляется со своими прямыми обязанностями Прямыми, простыми и понятными Уборка снега, очистка территорий и так далее, и так далее То есть, вот этот вот юноша на самокате все еще устраивает ради Фаритовича, либо не доходят руки После Голованова, понятное дело, был Клебанов Клебанов сообщил, что ДТП за минувшую неделю было 36 В них пострадало 50 человек и шестеро погибли Уже вторую неделю подряд статистика смертности на дорогах Башкирии превышает показатель прошлого года Ну, и это как бы тревожит Хабирова Он раздраженно напомнил Клебанову о том, что он лично, Клебанов лично отвечает за снижение смертности на дорогах А не за повышение этого показателя, Клебанов кисло кивнул головой Дескать, будем цифры поправлять Как часто бывает у Хабирова в тяжелые моменты, когда что-то у него рушится и сыпется Он принимает решение сунуть голову в песок И, например, заполнить оперативное совещание не актуальными вопросами А вопросами, которые обсуждались уже тысячу раз И вот в этот раз получилось именно так Опять вытащили на сцену Авзалова Авзалов вообще, министр вот этого туризма и предпринимательства У нас звезда номер один всех публичных мероприятий Его вытащили и он опять сделал доклад об успехах башкирского туризма Вот прямо примерно раз в месяц, это как минимум Об успехах башкирского туризма мы слушаем доклады Даже онлайн открыли какую-то микротурбазу Сосны в Стерльтамахском районе Но, видимо, ничего более грандиозного не получилось найти на данный момент Ну, реально, два-три каких-то бревенчатых домика стоят в лесу Какой-то турецкий предприниматель, который рискнул вложить деньги в Стерльтамахский район Значит, открыл вот этот так называемый глэмпинг По утверждению Авзалова, это десятый всесезонный глэмпинг в РБ Ну, любую избушку и даже палатку у нас теперь называют глэмпингом И еще 43 глэмпинга Авзалов собирается построить в Башкирии в ближайшее время Вернее, не Авзалов, конечно, а те самые предприниматели, которые поверили ему и зачем-то туда вкладывают деньги Ну, в целом, Рустам Ахмед Каримович слово в слово повторил доклад о туризме в Республике Башкортостан Который он делал в декабре 23-го года Сообщил нам фантастические цифры численности туристов, которые якобы посещают Башкортостан А именно он заявил о том, что за 23-й год 2 миллиона 163 тысячи человек туристов приехало в Башкирию При этом оборот туристической деятельности составил 14,5 миллиардов рублей Вот эти две цифры четко иллюстрируют деятельность господина Авзалова Получается, что каждый турист, приезжая в Башкирию, несет затраты примерно 7 тысяч рублей Ну, все мы, наверное, куда-нибудь, когда-нибудь ездили в тур, поездки, отдыхать, еще что-то И примерно представляем себе расходы, которые, ну, действительно, существенно выше, когда люди едут отдыхать Когда живут не дома, когда они уезжают куда-то и, значит, занимаются отдыхом, туризмом и так далее То есть 7 тысяч рублей на человека То есть, по мнению Рустема Ахмедкаримовича, вот этот турист, который приехал, предположим, на 3 дня Не на неделю, не на 2 недели, а на 3 дня 7 тысяч у него Ну, понятное дело, этот турист пришел в Башкирию пешком Потому что ни один транспорт уже не помещается в этот бюджет Ни самолет, ни поезд, ни автобус Естественно, ночует этот турист где-то под мостом Потому что нигде в Башкирии нет такой гостиницы, где можно за 7 тысяч, например, провести 3 ночи Ну, питается, понятное дело, турист дошираком Этот доширак, он заваривает кипятком все там же под мостом Потому что, ну, 7 тысяч жилье, дорога, питание на 3 дня, сами понимаете, никак не получается Ну, и экскурсии у этого туриста, среднего туриста по версии Авзалова Это пешие самостоятельные экскурсии по Уфе с бесплатным разглядыванием достопримечательностей Вот примерно таков средний портрет башкирского туриста, вернее, туриста, приезжающего в Башкирию Если исходить из цифр Авзалова Авзалов утверждает, что Башкирия занимает 15 место в Российской Федерации по объему туристического бизнеса Ну, тут мы ничего не можем проверить И при этом Рустам Ахмед Каримович успешно освоил 165 миллионов рублей субсидий на туризме Вот это, пожалуй, главное в его деятельности 165 миллионов рублей Он на них не построил турбазы, он на них ничего такого существенного материального точно не сделал Это субсидии, это, значит, здесь пошуметь, там погалдеть, провести, значит, кучу всяческих форумов, форумов, форумов Вот это все, вот эти 165 миллионов рублей В планах у Авзалова СПА-санаторий Кочевник Ну, уже смешно звучит Опять рассказал Авзалов нам про свою чудесную лестницу на Таратау Уже, наверное, седьмой или восьмой раз он преподносит эту железную лестницу Как некое безумное достижение башкирского туризма Ну, и где-то он там опять установил пару юрт Ну, и форумы, форумы, форумы Главным потенциалом туризма в Башкортостане Рустам Махмед Каримович видит гастротуризм Ну, что-то, как говорится, без комментариев Ну, и дело дошло даже до того, что Авзалов, завершая свой доклад, потребовал учредить орден за заслуги по развитию туризма Ни больше, ни меньше Ну, Хабиров как-то смутился и сказал, что ну, надо подумать, надо подумать В крайне, конечно, можно орден генерала Шевуратова вручать Тем, кто особенно развивает башкирский туризм Потому что действительно дело героическое Ну, а что тут думать, собственно, ради Фареточа Надо срочно отлить десяток орденов трех степеней И назвать его экскремент первой степени, экстремент второй степени, экстремент третий И этот орден туризма будет вручать лично Авзалов Ну, материал изготовления ордена, сами понимаете, уже, наверное, предопределен Далее последовал доклад, который сделала не член правительства республики А депутат Государственной Думы от Республики Башкортостан Айткулова Эльвира Ренатовна Эльвира Ренатовна сделала доклад чудесный О результатах конкурса «Трезвое село» Доклад она делала на башкирском языке И стало понятно, что это уже пятый конкурс, который проводится пятый год подряд Задача этого конкурса, понятное дело, пропаганда здорового образа жизни Эльвира Ренатовна решительно нанесла удар по бизнесу башспирта в трех тысячах сел республики Башкортостан Там существенно снизились обороты алкогольного бизнеса А 39 сел в итоге окончательно бросили пить Их жители, протрезвев, с ужасом озираются по сторонам В рамках конкурса даже есть отдельные номинации Вот послушайте, какие звучат они так «Трезвая женщина», «Трезвый ум», «Семь трезвых девушек сразу» и «Удалой парень» В скором времени появятся, видимо, и другие номинации Такие как «Трезвый за рулем», «Трезвый в пятницу», «Кефир на троих» Кстати говоря, на этот конкурс Эльвира Айткулова освоила 48 миллионов рублей с бюджета Ей вот на это забаву выдали Активно подключаются к конкурсу и бизнес Разрабатывается проект «Безалкогольная КБшечка», планируется выпуск безалкогольного коньяка Ведущие деятели культуры планируют фестиваль-концерт «Скажи наркотикам иногда» А писатели уже пишут коллективные мемуары под рабочим названием «Зухра разлепляет глаза» О непростом пути к трезвости через любовь к родине, деньгам и лично дорогому Радио Фаритовичу Ну, доклад госпожа Айткулова делала на башкирском языке, которым я владею слабо А вот русские титры, которые летели внизу под экраном, летели с такой скоростью, которая исключала их хоть сколько-нибудь адекватное восприятие Так что если я что-то перепутал, как говорится, не в защите Однако, если говорить серьезно, то закрадывается одно подозрение, что Айткулова вовсе не занимается какой-то фигней А вполне себе следует концепции тех самых эстонских шпионов, которые подболтали баймакский народ на бунт Дело в том, что сама по себе идея протрезвить село, она, пожалуй, что опасна для дорогого Радио Фаритовича Однако, если жители сел протрезвеют и откинут взглядом, поняв, что сотворил дорогой Радио Фаритович с башкирским селом за последние пять лет Тогда могут быть большие неприятности Трезвое село – это прямая угроза власти Хабирова Ну, я, по крайней мере, так полагаю Так что Айткулова тут, может быть, совсем даже и не проста в своих целях и задачах Хотя улыбалась она очень лукава Так что, ну, шутки шутками, но вот эти все забавы, которые обходятся в десятки миллионов рублей Которые выданы на кормление нашим депутатам Государственной Думы Иной раз могут быть и угрозой для местных властей Завершил оперативное совещание Хабиров на достаточно скандальной ноте Как я и предполагал, призыв Радио Фаритовича к главам районов пойти и встречаться с народом После всех баймаксских событий Хабиров истерично потребовал, чтобы не только он тут один был фронтменом всех этих проблем И чтобы главы пошли в народ, провели какие-нибудь домкомы и прочие мероприятия То есть надо встретиться с народом и его послушать Почему-то Хабиров верит в то, что если народу разрешат поговорить Он успокоится и перестанет что-нибудь требовать Так вот, главы муниципалитетов откровенным образом забили на это требование Хабирова И его требование пойти в народ никакого отклика у них не нашло Главы районов в лучшем случае отправили на эти встречи своих замов Или вообще третьих замов, или своих секретарей В общем, по сути, на самом деле встречи с народом не случилось Хабиров был в ярости вообще Он заявил о своем недоверии главам муниципалитетов Потребовал вновь идти в народ Собрание жителей в количестве восьми человек Хабиров назвал издевательством А примерно так было, формально так случилось Собрали восемь человек, отчитались, разошлись, например, в Калтасинском районе Но чувствовалось, что Хабиров очень обескуражен и обеспокоен этим бойкотом Который ему объявили некоторые главы муниципалитетов Но, видимо, страх перед народом и вероятность получить куском льда по голове Они оказались сильнее, чем страх перед Хабировым И главы муниципалитетов, они мудро решили не ходить встречаться с этим народом Потому что в последнее время эта концепция действительно становится основной Народ, население отдельно, власть отдельно И чем меньше они встречаются, тем меньше у них получается конфликтов А то вот в Баймаке, как говорится, встретились два одиночества И получилось вот так нехорошо Главы районов, они неплохо понимают настроение у себя на земле Они знают, чем может обернуться подобная встреча Если прийти собрать народ А народ соберется, кстати говоря, не по восемь человек, а по многу Соберется и задать им вопрос так Ну, что хотите-то? Это, как вас там, народ, что хотите? Народ им быстро и в нецензурной форме объяснит, что он хочет Такие встречи, конечно, никак не улыбаются главам муниципалитетов Они сидят в своих теплых кабинетах Выходят, быстро прыгают в свои теплые и уже разогретые автомобили Едут по району, смотрят на поля и опять возвращаются в свои кабинеты Вот примерно так они живут А Хабиров от них требует невозможного Уйти в народ Ну, много лет подряд Разобщали людей и власть И вдруг, значит, опять власть пытается кинуться в объятия народа Ну, тут, как говорится, посмотрим, поживем, увидим Удастся ли Хабирову загнать этих несчастных глав муниципалитетов В объятия народа И каково им там будет в этих объятиях Посмотрим в ближайшее время Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok